Ой, какой герой, бля, какой герой от Нави Джуниор, чувствуется рука опытного такого тренера арт-стайла, который сразу вспоминает какие-то грамотные, грамотных героев, ну может это не его идея, неважно, но кто-то там придумал, потому что очевидно, три милишника, три силовика, три героя, которые бьют в первую очередь просто рукой, Ну окей, Шейкер там не только рукой, но и ногой, что называется, но все равно у Шейкера после прокаста у него нет какого-то постоянного магического урона, далее он просто бьет тотемом и против этого всего Некрофос, который просто жмет шраут и пока не будет ныли фаера, не так просто его убить, плюс в миде у Даньки против Некрофоса будут проблемы, ну тут как бы волей-неволей там невозможно на героях типа Шейкера невозможно не проиграть линию Некрофосу, это всегда фри линия, Так, Стамонену, 351 ранг, Лоу Скилл, 109 ранг, Данька, 352 ранг, так, 352 ранг, Каменный Банк, Куменный Банк, 264 ранг, и Мэрвай 326 ранг, Гадзи Джиз, 46 ранг, Нико, 156, ПМА, 96, Дэйз, 98, и Ридус, 149, задроты, задроты какие-то, сидят, играют в Na'Vi, юниоры, Света Белого не видят, сидят, задрачивают, заебал этот бесполезный чем? Ну, согласен, но в целом у них с ним винрейт хороший, то есть как бы он не заебал, видимо, что-то он полезное делает, наверное, в игре, раз они его продолжают пикать, и в принципе, в принципе, неплохо получается, ну в общем и целом. Ну что, за последние 6 игр, 6 матчей, за последние 7 матчей, да, у Бейт выиграли же 6 из 7, проиграли вот этим левелап, но там, откровенно говоря, случились проблемы, Данька не смог на первой карте играть, на вторую пришел, но все равно проиграли, что-то как, ну все пошло по пизде. Я думаю, что если бы Данька изначально был бы с первой карты, в том матче, вполне вероятно, Бейт бы выиграли, и тогда у них стрик был бы из 7 карт, из 7 матчей, и почти в каждой был Чен, да, то есть как бы получается, что как будто бы он достаточно эффективен. Ну и что у нас здесь, ребята, это ПМА, это ПМА, это Дэйс, Вивер и Магнус на оффлайне, в миде, в миде, молодой задрот Нику, которому что-то там 15 лет или типа того, и против него Данька, которому 48 лет. То есть когда Данька уже ебал Лютер в ДТС, Нику, возможно, еще не родился, ну или ему был один год или что-то типа того, ну такая вот история, и вот они встретились в центре, но там конкретный контрпик, как бы он еще не выложил что-то Даньке и паузу не поставил, законтрпикал, выложил, паузу поставил, пизду, Дэт инсайды. Так, да и она, бесполезный чен, уже нафидил, да он может не сдохнуть на ФБ-то этот бездарь, почему он фидит постоянно? Этот чен на чене умирает с завидной периодичностью на ФБ, но ему, его ничему жизнь как бы не учат, ну то есть, например, тому, что на чене надо, может быть, поаккуратнее постоять до второго уровня, взять крипа, и уже с этим крипом как-то под его защитой уже как-то идти меняться по ХП и прочее. Какой хуй он, просто на первом уровне кидает пенис и дохнет? Пенис себе в рот, блядь, кидает по итогу. Молодой на деньде играет. Вот так вот. Ой, сейчас сдохнет же. Ой, сейчас умрет же! Или нет? Или да? Или да? На, нахуй! Вот так вот, ребят, молодого, молодого просто заманил, заманил молодого под вышку и трахнул. Звучит, это, странно, метафорически, метафорически, ребят. Заманил и победил, вот так вот лучше скажем. Он, Данька, идёт. Сейчас Данька уебёт ему, блядь. Иди сюда, сынка! На, на! Вот так вот! Ты на мои стаки позарился! Я сам тебя трахнул. Ставанен! Нормально, живём! Ну, украл, конечно, немного стаков мистер Некрофос, но он сдох зато и, возможно, оно того, по факту, и не стоило вполне вероятно. Идёт, идёт, идёт куменный банк. На! Так вот! Так вот! Вот так вот! Вот так вот! Нормально! Следующего! И тут уже лол, лол скилл! Трахает! Ещё одного убивает, прилетает сюда ПМА! Ну, лол, лол скилл надо уходить, я думаю. Хотя тут уже Чен. Ну, размен 2 в 2 по итогам. Ну, нормальный размен, убили. Алхимика, это главное. А Данька, тем временем, здесь запылесосил. Всё, ребят, учитесь у лучших! Учитесь у лучших! Эхо, слэм! Не, это реально классная штука. Я тебе говорю, я тебе говорю, это реально крутое что-то. Так вот, настакал, бам, и всё. У него почти 9 уровень, у Некрофос 7. Ну, ладно, у Некрофоса почти 8, но, в общем, теперь Данька Некрофос этого на уровень обгоняет, если что. На уровень обгоняет, а поголодел, у них равенство, и ты пиздел! Я тебе хочу спросить, тебя хочу. Кто? Подпиздал так. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка! А ну-ка, а ну-ка! А, так вот, а вот так вот, что критуха? Не, ну, там очень плотный сударь, у него 2 рейсбэнда, ПТХ, стики, 7 левел, хп, вагон, броневагон. Вот так не возьмёшь. Стоп, стоп! Да смотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме, или за 100 рублей на Лол Стим? Я думаю, выбор очевиден. Лол Стим это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешёвые аккаунты по любым играм. Сельдерей тем временем под угрозой, хотят его трахнуть. Ай, пиво! Блин, я прям въебала. И что делать? Примерз! Нормально, нормально! Стан! Неплохо! Куда, бля? Хе-хе, не туда! Не туда, куда надо. В итоге затолкало. Ну, я думаю, что ему бы ничего не помогло здесь. О-о-о-о! Ах ты же! Сынок на хосте теперь бегает. Так, сыночок здесь какой-то от Na'Vi юниоров. И Дэйс вылетает вперёд, хочет кого-нибудь. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Нападение на каменный банк! Ебут! Как же выебали? Выебали каменный банк, но они потратили очень много способностей. Сейчас можно, ну, можно подраться даже 4-5, по идее. Там нет ульта аппарата, нет косы. Да! И вот так вот! Ридус этого! И шейкер вырывается! Но все бьют всех! Все бьют всех! А нужно бить по одной цели какой-то! Данька, ещё! Хорошо! ВК теряет первую жизнь. Это лоу-скилл отстанивается по Гаджи-джюс. Гаджи-джюс скоро уже там ультимейт, по идее, потеряет. Он застанил сам себя. Данька врывается. Надо бить Гаджи-джюс. Гаджи-джюс! Получает много дэнджа, лоу-скилл. Убивает его Данька. Отлично! И за следующим! На! На! Будем ли гнаться бы за некрофосом? Ну... Ну... Да... Надо ли вообще? Хотя, слушайте... Возможно, можно? Чё? А почему бы и нет? А, тут куменный банк! Вот так вот! Вот так вот! Вот так вот! И этого тоже догнали бы и трахнуть, но он всё-таки сваливает, да. Лоу-скилл не успеет здесь застанет. Отлично! Не, ну, ребят! Это бейт, видите? У них очко куда-то исчезло. Они потеряли очко своё где-то. Потому что раньше, как это выглядело? Потеряли одного бейта, они всё бегут, похуй, все тыпаются. Все бегут. А, просто... Ааааа, блять! Помогите! А теперь они неожиданно поняли, что они потеряли игрока, да. Но противники потратили БКБ, ульт Алхимик, который потихоньку заканчивается, ульт Некрофос, ульт Аппарата. То есть, фактически Аппарат вообще сейчас ничего не делает. Алхимик без БКБ слабоват, микрофон без рульта тоже сосал. И можно подраться даже 4 в 5. Тем более, что если драка будет там затягиваться, кайтиться, то и Слардар появится и топнется, теперь один вышка стоит. И ведь так оно все и произошло. Ребята, это ебать какой прогресс. Это изменение вот майнсета, вот этого очковость пропала у бейт, понимаете? И сразу нормально выглядит все. Потому что они отвечают, по крайней мере, на действия противников. Неожиданно. Это приносит плоды неожиданно. Че такое, блядь? Родиансный Лифайр? Нихуя билды элитные на ВК. Ой-ой-ой, Магнус заультил! Ультаппарата! По-двоим! Не, Данька выпрыгнул! Гениальная игра! Но кто же спасет Даньку? Он получает кашу по ебалу! Та монет! Он что-то дает и я топил нас! Да, блядь! Давай запишемся в местку. Габинон мыфачи, габинон мыфачи, габинон мыфачи, габинон мыфачи, габинон мыфачи. Габинон мыфачи, габинон мыфачи, габинон мыфачи, габинон мыфачи. Габинон мыфачи, габинон мыфачи, габинон мыфачи. Да почему бейты высосили из такого эсота сейчас? Ну пиздец, они просто пошли и поумирали все. Жестяк какой-то. Знаете, че я хочу отметить? Вот есть пайп, да, важно, но еще глимер нужен, когда ты против некрофоса играешь и аппарата, потому что когда у тебя герой будет под ультом парата и будет получать косу, глимер под эту косу. Он очень много может дать КП герою и спасти его, теоретически. Но глимера нет, потому что стамонен фармит форстав. Себя. Да и все, он бичара какой-то, стамонен. Объективно говоря. Ой, лоу скилла ловит, на атос насадили. Ай-яй-яй-яй, надо бежать, ульта парата залетает, попадает. Лоу скилла застанила. Я приятного. Иди сюда, молодой. А-а-а! Кто молодой-то? Куминый банк? Куминый банк пытается выйти отсюда. Драка какая-то пошла. Ну, вообще, дэбэйт могут принимать драку здесь. Пофиг, что у них там аегес, у них нет скиллов. Данька, 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 Данька идет. Сейчас будет хосло. Ну, Данька! Ну, я тут хвалил! Ну, что он очки? Ну, убей! Просто убей, чела. Ну, он же был под коррозию в хейсах. Он тупо с бревна бы умер. Просто блинк, удар, бревно, удар. Все. О! Ничего больше не надо. Вывезли Мэри Вайл. Ну, тут лоу-скил. Отличный ультимейт от Стамонена. Ультимейт аппарата, но он, по большому счету, в никуда, только в лоу-скил. Ну, ему пофиг, у него есть ультимейт. Бьют Гадзе Джуз. Умер уже Магнус. Магнус опять не дал ультимейт. Потерял ультимейт свой ВК на жизнь. Ну, че? Там какие-то КДшки есть. 10-13 счет, 3000 ведут Нави. Дота Плюс говорит, что у Нави все шансы. Лоу-скил прыгает дальше. Лоу-скилла нет. Воу! Вот это удар. Лоу-скилла нет. Второй жизни. Нужна помощь. Стамонен! Глимер! Жми! Лоу-скил! Нормально! Помогите! Лоу-скиллу буквально чуть-чуть как-то обусяр в лес. Блядь! Погибает он. Ну, нормально, Данька. Вместе с Куминым банком убивают двоих. Там два байбека от Нави. Вот так вот. Нико. А, нормально. Вот это ебалово дикое стамонен. Он куда-то засосал. Он кидает. Кидает здесь взрывчатку свою. Вот эту. Ингсвел, блядь. Забыл, как называется уже. И всех убивают. Бэйт! Какая игра от Куминый Барк. Куминый Барк! Нэ! 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 Данька приземлился просто на лицо Ридусу. Бля! Я, короче, конечно, не знаю. Это просто бэйт дико ебут. Это и так понятно. Но, ебать, Нави похоже на 3-2-2 шуров каких-то пиздец. Опа! Каменный Барк прыгают. Ебать! Вот это порвало. А тут также Магнус. Дает ультимейт. Ультимейт говно. Отличная связка. Отстамоненно. Герои подвязываются. Дэйс пытается отойти, чтобы связка не перетянута на него. Связка просто заканчивается. Скажутся дать, 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 дать. Но он умирает. За Дэйсом теперь погоня Ридус. Делает телепорт. У Дэйза проблемы. И он просто получает пизды. Ребята, это Бэйт. И это Бэйт. Они просто стирают своих оппонентов с карты. И мы понимаем, что это 1-0. Доливаем, доливаем на Бэйт, ребят. Доливаем. Хотя нет, коэффициент очень низкий теперь будет на их победу. Он и так был не супервысокий. 1,5 где-то. 1,6. Ну, я не эксперт, как бы, в химии. Но, насколько я понимаю, из бракцовки там особые умельцы научились что-то там мучить, крутить. И ее перестали продавать просто в один момент. В аптеках. Вот так вот. Вот так вот. Минус Ридус. У Дэйза проблемы. Его тоже убивают. Там просто лоу скилл 1. Вошел в троих, в четверых, в пятерых. И просто трахает. Косу ему дают просто, что он пристал убивать людей. Но у тебя проблемы у них. Данька. Уебал просто. И этого тоже. И под себя их и слэм еще Данька дал классический. Это так. Прощальный, прощальный. Он тебе показывает, что мне даже на вас эхо-слэм тратить не надо. Я его в землю ебану. А вы и так гага напишите, дети. Да, ребят. Бейт, бейт. Отлично. Отлично выступление на первой. Данька просто сохранил глубокую ментальную связь с Тивом Нави. Она прямо в его мозг транслирует тактики и мувы оппонентов. Выступающих под этим Тивом у них нет шансов. Слушай, это и есть такая вероятность, да. Но вообще, Нави Джуниор... Ну, на то они и Нави Джуниор. Это молодые, как бы перспективные игроки, которым еще раскрываться и раскрываться. И все такое. Поэтому они совершают ошибки. Порой достаточно детские ошибки. Но на то они и Джуниор, опять же. Ребят, вот оно. Бейт. Бейт. Каменный банк. Каменный банк. Вновь на Сельдере играет. Лоу Скилл на Найксе. И Данька на Сигнатуру Магната. Мне очень нравится пикбейт, ребят. Мне очень нравится пикбейт. Очень нравится. Я думаю, вот это будет легкая для бейт победа. Вот чел, который хотел доливать, как будто бы Таймфуд Оливка пошла. Пришло, потому что, я не знаю. Пик Нави мне не нравится вообще. У них какая-то муть, как на мой вкус. Ну нет, у них пик-то рабочий. Если бы это были бы не Нави Джуниор, а, блин, гладиаторы какие-нибудь. Да, это пик с Интернешнл, плюс-минус такой. И он в целом весьма неплох. Но для такого уровня игры, как здесь, у них пик слишком чувствителен к исполнению, я так скажу. И пик бейт, который просто выглядит как мощный кулак. Опа. Да, блядь, моревай. Я не понимаю, это чел на ФБ заливает против себя в каждой игре или что? Почему он фидит в каждой игре ФБ, блядь? В каждой нахуй игре. Ну, чувак, ну, серьезно. Ну, я понимаю, что всякая б... В каждой, блядь, игре ФБ отдаёт. Ну, ты пугна. У тебя, блин, МСа много, радиус атаки большой. Как ты фидишь-то, ебаный рот? Ещё и без ТП теперь бежит на коридор, потому что ТП проебал. А тут лоу-скил ебут, пока пугна нет. Ой, Данька, вкатывается. Правда, погоня продолжается. Данька мансит, что-то придумывает и погибает здесь. Данька, ноль помощи. В этот момент, конечно, убили Феникса, но Даньке ноль помощи. Это обидно. Стамонин. Опа. Слушай, да, 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 да. Это правда, это правда. Вообще, если что, просто на всякий случай сообщаю, что вот этот вот пати-фан, именно пати-фан, который был, это, кстати говоря, было без меня, потому что я в тот момент ещё играл профессионально, когда как раз-таки у Дреда были все вот эти вот приколы с аликами, Витюшами и соло и прочее. Я ещё профессионально играл тогда. В принципе, и Дредд, и соло как будто бы тоже, но они чуть меньше играли профессионально, по ощущениям, чем я тогда. Ну, Ройс, мы там участвовали во всех туречах и прочее, они там по стольку-поскольку залетали куда-то. И плюс я вообще не общался тогда особо ни с соло, ни с Дреддом, ни с кем. Но почему это было особенно весело тогда? Потому что на самом деле средний уровень вот в пабликах был достаточно низкий тогда. Потому что это был какой-то 2012 год, образно, 13-й, да, вот. И очень много людей, они как бы вообще приходили в доту с нуля играть. И как бы образно соло там Дредд, Витюша, Алик и прочие другие, которые ещё с первой доты задротыми были. В этой тусовке, там мемчик родился про тебя и бэйт. Взглянешь, друблирую в чат ДГ-фишек и предложку ВК. Ну, гляну, может быть, да. Короче, могли себе позволить мужики довольно много рофлить в пабликах и при этом побеждать, что выглядело как-то, как бы, фаново, да? Потому что если ты рофлишь и сосёшь член, то это будет не очень фаново. Будет пригар, скорее, по итогу. А сейчас, если зарегать пати 5 из, там, Дредда, меня, Витюша, Алика, и пускай даже соло, неважно, нам так ебало будут бить в пати 5, поверь, на вот эти вот 7-9к ММР. Ну, потому что из-за соло нас будет кидать повыше, у него же дохуя. Потому что там просто пати 5 бустеров будут хуярить против нас. Ну, реально, люди, которые аккаунты качают на всяких тинкерах и так далее. И мы там, типа, как бы, рофла не будет. Рофл будет только в том, что у нас статистика будет 0.10 в конце дня. Как бы ушла эпоха. Такой факт. Можно, конечно, взять аккаунты 5к ММР и там веселиться, но это уже низко как-то, да? Немного. Так, Дэйс, куда-то его покатили. Погибает он. А, блинка на Слордаре, он, кстати, есть. Ага, Кентавр! Фикс! Стомонена, отлично! Хорошо, на развороте сеточка. И Кентавр погибает, а Найкс идет бить яйцо и ведь сломает его, да? И Дэйс пытается уйти. Может быть, как-то успеть, Дэйка! На месте, спортсмен! И Нави в очередной раз устраивают какую-то хуету на карте, потому что какая-то непоятная драка. Ладно, без Наги это ок, понятно. Нага это тот герой, который на такой минуте, ну, вряд ли куда-то пойдет. Он сейчас дает огромное количество пользы в битве. Ой, лоу скилл, эрекция! Лоу скилл, обусть армлет! Нет! Лоу скилл не смог заобузить! Он не смог заобузить! А если бы заобузил, кстати, не умер бы, я думаю. Хотя, может быть, умер бы попозже, но успел бы что-то дать. Двойное убийство и... Еще и Мэри Вай погибает. Кто пиздил, что Нага не подключится? Даже Нага подключилась в этот замес и даже сделала фраг. Да, нафидели здесь у нас бейт, к сожалению. Лоу скилл подставил команду, объективно. Лоу скилл! Дядя, не надо! Дядя! Эх ты! Лоу скилл, все ультимейт от Кентавра ловят здесь Куминый банк. Куминый банк! Квыул его поднимают, команда противника уже рядом, Куминый банк. И просто уехала сельдь! От жены съебывает в ларек за пивом. А жена говорит, спать ложись, долбоеб! А он такой, нет, блядь! Я уже далеко? И все. Потому что остальных крипов уже кто-то спиздил. Там проблема у Куминого банка, он погибает. Мэри Вай пытается выйти, в Глеймере уходит от Нико. Ну и вроде... Ай! Больно в ноге. Спрятал себя. Лоу скилл здесь. Топадение на помады. Спарнет-радианс. Проблемки у Дейза. Теперь его поймали. И сон от Наги Сирене. Но... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хе-хе. Ой-ой-ой. Данька! Заходит! Хороший РП! Спасает лоу скилл! Лоу скилл! Ну надо было залезть с кого-то попробовать, наверное. Ультимейт-то был. Думал, что открутится рейдж. Но он не открутился. Он не открутился. Поэтому он не успел нажать рейдж. И... Если бы нажал рейдж, может быть, и пожил бы еще. Порегенился бы просто. Да, и проигрывают дураку бейт. Проблемы здесь. Летит сюда куминый банк. Куминый банк. Вырывается. На Нику бьет его. БКБ стамонен. Ну стамонен! Ну нажмишь ты, блядь, кнопку бездарь ты. Почему он просто ходил? Чего он просто ходил, блядь? Ебучий стамонен. Это пиздец! Это пиздец! Минус два стамонен. Спасибо, блядь. Не, ну серьезно. Он просто ходил, если что. Он просто ходил, чтобы дать кнопку. Вот. Смотрите. Летит сюда Слардар. Станет он Нику. И вон стамонен. Он прыгает, да? Просто иди по прямой, дай хотя бы хекс. Ну он вместо того, чтобы по прямой идти, идет куда-то направо, идет куда-то налево, блядь, врезался в елку и не дотянулся, дать хекс. Все. И герой успел улететь. И, ну, дальше нажмет кнопки и разъебет. А так они могли бы здесь и преследование дальше вести, на самом деле. Если бы они убили просто пангольера, дальше у них куча контроля. Данька бы кого-нибудь вывез там еще и так далее. Ой, лоу скилл еще дохнет. Пиздец, поплыли. Не, ну это, это проебанная игра. Сори, брат, которого я забайтил поставить. Но о чем я, блядь, тебе говорю? Вот там коэффициент был, наверное, по победу бейт супер низкий, потому что они, типа, первую выиграли и так далее. И как будто бы здесь по драфту бейт охуенно. Но ты смотришь на это исполнение и... Как бы, ну, блядь, какие нахуй вопросы? Я бы чисто монен, блядь, кнопку нажать не может. Какой-то фит по всей карте, ешь, какая-то ебанина. Гадзе Джусс едет. Гадзе Джусс куда-то выезжает. У нас Найкс до сих пор без Радика. Это пиздец. Так... Каменный Банк прыгает вперед на Ридус. Ридус поднимает себя в ИОЛ. Каменный Банк называет БКБ. Взять куда-то ебалово, дальку трогают здесь. Каменный Банк пытается теперь выйти, уезжает. Но непонятно, получится ли я. Не, уже никуда у него не получится уехать, судя по всему. Но, хотя... Не, поймали в сеть рыбку. Рыбку поймали в сеть. Родианц наконец-то появился у Найкса. Но это, конечно... Найкс может драться с Нагой. И вообще без проблем, если на Творсу у них... Ну, там... Где-то недалеко. Нага наверняка будет обгонять Найкса по Натворсу в игре. Это нормальная ситуация. Но не в два раза практически. Тут слишком небольшой оверфарм. Чисто-сердечное. Танька! БКБ нажимает! Повез назад Кабасика! РП дает! И вот оно! Он сказал, ты можешь бить людей, вместо того, чтобы сейвить нибудь его с Томанен? Да похуй на него! Убей кого-нибудь! Ну пизда! Вместо того, чтобы бить, он просто пробегал всю драку, чтобы заследить Соманена, который все равно сдох. Тут надо бить! Тут надо бить! Далековато Найви залезли! Надо оставлять их здесь всех! ПМА! Убиваем его! Первый пошел, а Еги сняли! Вот это Найви 3-2-2, конечно, ребят, в очередной раз, да? Нага сирена! Она далеко! И надо найти настоящую! Вон, настоящая-то! Ну, только настоящая! Тестаманен! Иллюзии не возятся, блядь! Иллюзию поймал! Данька увез настоящего Нагу! Он иллюзию, блядь, схватил в сеть! Стоит! Стоит, развлекается! Ой, блядь! Ну, вообще, Найви пиздец в 3-2-2! Ну, как бы, я не обвиняю Найви в 3-2-2, чтобы вы понимали, что потом кто-то не сказал, и Найвз обвинил Найви в 3-2-2! Ну, я имею в виду, они пиздец хуйню творят, как бы! Ну, просто максимально! У них всё хорошо, но вместо того, чтобы спокойно осаждать базу под Аеги Снаги, там, иллюзиями туда-сюда, аккуратненько, ну, либо просто наращивать преимущество, вместо этого они просто завязывают драку, какую-то абсолютно неадекватную, при том, хуй пойми, где вообще, под тихо-четыре вышками! Все они убивают первых героев здесь, и можно просто начинать, ну, ломать вышки, да? Вот, смотрите просто, ещё раз, как всё было! Запрыгнули на Даньку, ну, это изначальное нападение дерьма, конечно, потому что у Даньки БКБ, ну, ладно, это похуй, предположим, но всё равно вот тут вот драка, получается, убивают, разводят на РП, убивают сейчас героя одного, да? И всё, и они в позиции, они могут просто отойти, выйти, и спокойно, без РП, без, там, ну, батить на байбэк, у Магнуса нет РП, просто спокойно ломаем вышечку, да? Но вместо этого они живут смог, и хуя ведь под тир-четыре, блядь! Под тир-четыре, под байбэк, под глиф! Ну, то есть это вообще пиздец, это вообще пиздец! Так даже в паблике никто не делает, потому что, ну, как бы, 25 ммр на дороге не валяются. Воу, 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 ебаловлютая, сон от Наги Сирены, яйцо, но, кстати, лоу-скилл имеет некоторые шансы его сломать. Ещё одну тричку даёт, отлично, лоу-скилл, правда, его трахают, Данька, РП, ну, бить надо, бить надо, куда же ты, Данька, разворачиваешься, минус 2, байбэков нет, стоманят здесь, ставятся варды, отлично, сеть, гадзажусы убивают, китавры убивают, и Дэйз, последний живой, так дать трахнуть. Да, похуй на него, пускай валит, расскажет остальным, что здесь делают в стиме бейт. Всё, ребят, вот и победа, вот и камбэк. Фулл камбэк, не, это, ну да, это прям фулл камбэк, это более того, ну, опять, бейт уже опять дальше фаворит на этой карте, потому что у них пик лучше гораздо. Вопрос в том, что они в один момент, ну, на, сосали так, что ситуация выходила из-под контроля, но она полностью возвращается под контроль. Теперь, ой, Данька, везёт сюда этого товарища, он, правда, товарищ подключает ультимейт, поэтому какое-то время ещё товарищ поживёт, но это недолго. И эта акция недолгая. Данька скоро может ещё кого-то повезти. По какой-то причине Нави ведут себя так, как будто бы они сильные. Хотя Куминый банк сейчас, блядь, покажет этому Дэйзу, кто нахуй тут сильный. Ладно, Дэйз успевает нажать кнопку, Куминого банка есть. Сырочек, сырочек, сырочек нажимает. На развороте, иди сюда, молодуха, говорит. И минус 2 делаю альбейт, просто Куминый банк один в пятерых вошёл, всех тракнул. Данька сейчас ещё будет вести, вести преследование Нику. Ладно, Нику вроде как должен уходить, да, Дэйз уже не догонит здесь. Топ-топ, покажи, с этим шардом ещё на всех коррозив, кейс, да, накладывает, то есть вообще кайф. Данька, даёт РП, но получается хекс, Куминый банк врывается, упадет на Дэйз, Дэйз умирает моментально. Теперь бьёт Нику, Нику умирает моментально, Дэйз байбэк. Стардар просто лужи разливает под себя. Ну вот видите, да, то есть, ну, Нави просто рассыпаются. Они убили там, конечно, шамана, но дальше приходит Бейт, они просто нажимают рейт-клик, и Нави все умирают. И им очень тяжело не умереть, да, это надо как-то жёстко кайтить и так далее. А Бейт там просто, просто бить. Когда тебе нужно просто бить, а другой команде нужно там какие-то фокусы показывать всегда, конечно, у тебя преимущество будет. Так, лоу, скилл. Отходит пока что. Нажимают БКБ, но РЭКС по ПМА бьёт здесь. Феникс яйцо пока не ставит. Нику поймали в сеть, но он катается, поэтому сеть не работает. Данька, 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 Данька будет Блинк сбивать. По идее ставится яйцо. Но на это яйцо тут же нападают. РП! Отмагнул свои яйцо, сломали, ебало ломается. Теперь у людей, где-то ждусь погибать, погибать. Также Кентавр, Феникс байбэк. Но трёх байбэков уже нету. Нави, Джуниор. И очевидно, они могут писать ГГ. Один Феникс здесь не задефается, ребят. И вот таким вот нехитрым образом. И я бы сказал, так или иначе, несмотря на проблемы на второй карте. Ха, кстати, забавно, до сих пор проигрывают по счёту, Бейт. Несмотря на всё-таки на проблемы, но победа от Бейт в этом матче была достаточно уверена. Ну, достаточно уверена. Да, в один момент пришлось сделать камбэк, но всё равно, как бы. Это был достаточно уверенный камбэк, я так скажу. Поэтому Бейт заслуженно проходит. Дорогие друзья, не куда-то там, а в гранд-финал Европейской профессиональной лиги. И будут ждать своего оппонента, коим станут либо КЗА Тим, либо Тим Тикклс, либо вновь Нави Джуниор. Но в это я не верю. Хотя Нави Джуниор каким-то чудом смогли обыграть Тим Тикклс. И вообще ну людей как. Потому что Тим Тикклс, вроде как, довольно неплохая команда. И недавно сами Бейт проигрывали. Тим Тикклс, там Ларинов, там Дукалис. Там нормальные типы. Но каким-то образом они проиграли. Нави 2-0. Поэтому, кто знает, может быть и ещё раз проиграют. Но нам это не столь важно, ребята. Нам это не столь важно. Мы так или иначе ждём соперника Бейт завтра. Ой, послезавтра. 1 декабря, ребят. В 16-0-0 по Москве. Это, к сожалению, не суббота. Было бы удобно, если была бы суббота. Но пятница. Конец рабочего дня. Пятница и так короткий день у многих. То есть как раз можно уже подрубать стримчанский. И, ребят, запасаться, я не знаю, чипсами, соками, пивчанским. Чем угодно. Кто чем любит, так сказать, запасаться. И, ребят, БО-5 Бейт против какого-то оппонента в гранд-финале европейской профессиональной лиге. И, возможно, первая в истории победа для Бейт. Первый титул команды. Так близки мы не были никогда. Никогда, мэн. Мы не были так близки к этой победе. К этому титулу. Бейт играют хорошо. И могут выиграть 5000 американских долларов, ребят. 5000 американских долларов стоят на кону. Помимо престижного титула победителя европейской профессиональной лиги сезона 14, так сказать. 14 сезон. Так вот. Продолжение следует...